вот друзья и дождались мы первый снег всем привет данный момент кстати жду олега чебукина сейчас мы вместе с ним поедем сначала до землянки ну как поедем сначала мы поедем на велосипедах потом пойдем пешком потом я думаю поплывем не хочется перебраться на другую сторону реки и там половить рыбу покажу где снег начался еще вчера вечером сразу же он благополучно тает это естественно потому что сегодня днем обещают до плюс 8 заморозков пока не предвидится весь этот снег так лишь легкое недоразумение к концу октября я думаю будет уже повеселее и со снегом и с морозами и все-таки как обычно это бывает в последние допустим три там не знаю может даже четыре года уже конца октября я выбираюсь на первый лед так что посмотрим как это будет происходить в этом году пока я не сильно тороплюсь есть еще у нас дела друзья мы на месте олег землянка думал снегу а фиг то там не скоро видать мы увидим снегу снега она выпадала вот там вот видно ну пока шли он уже подтаялась возможно ночью землянка была укрыта снегом ну скорее всего так и есть сейчас все до резко таят и снежку то нету практически нигде это печку буду закреплять потом приемная чтоб тепло было и 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 Ну что это, кому никто не знает, Тим Триау, фиш каяк, такой вот, с болен рыбалкой, минной. Еще пару раз дунь, да, и нормально. Хорошая вещь, в общем, сколько раз на нем справлялся, нисколько не жалею. Так, друзья, мы заходим, переплыли речку, не стали там снимать, потому что очень энергично везли, а то очень капитально. Ну ничего, мы переплыли, переплыли как раз уже мягче практически, где хотели. Сейчас заходим в этот мостырь, яма, она это связующее озеро Усталец и реки Уза. Из нее выход идет в реку. Суба есть, значит. Друзья, первый лед открыт. Первый лед открыл. На стояк я хотел поснимать, и эту удочку положил, и он как дал мне. Вот вторая поклевка, кстати. Один на проводке была, маленько подальше сюда, сейчас вот здесь поймал. Ладно, попробуем поснимать что-нибудь, получится из этого. Вот так вот. Вон окунь догоняет. Опыт не пропить. Неболе, когда не пьешь. Мелкий окунь спортивный, сейчас потренируемся, потом б легче. Мелкий окунь. Попадается. Хе-хе-хе. Окуньки вообще мелкие. На блесенку пробовать тут. На блесну бы пробовать в отвеснах мочи, покрупнее было бы. Дождик у нас тут сопутствующий. Ветерок мешает, конечно, водку маленько шевелить, но здесь трава, и я вижу, шевелится водка или нет. Это помогает избежать зацепов. Потому что если бы я не видел, что я двигаюсь, могло бы меня сдвинуть с места, я бы зацепил мормушку где-нибудь за травину. Опять дождь пошел. Окуньки попадаются на мелкие. Ветер мешает ловить-то. Особо тут не разгонишься. Только закинешь, судя опять понесло класса. на сахаре. Ха-ха-ха. Красавула какой. Эй-я-й. Ну да, в таком бы уровне замерзло было бы хорошо, тут места много, а то если вода упадет неинтересно будет. Друзья, мормышка безусловно моя любимая снасть, просто не могу, блин, я сразу мне перволёток вспоминается, ну вообще лёд хотя бы, любой там, первый, второй, пятый, десятый. Ничего, мне нравится, пофиг то, что мелкий окунь клюет, просто, блин, я получаю массу удовольствия от вот этих вот, когда кивок сгибается, непередаваемые ощущения. Охота уже попасть на соревнования какие-нибудь, у нас спортивный сезон быстрее батрусся, будет круто. Но зимой мы, блин, отравёмся ещё и пожарились, а не только мормышкой, думаю, у меня есть чё вам показать, друзья, без мотылки всё это, блин, будет круто вообще. Хищник полосатый. Расшапеил свои прелести все. Поклёвка за поклёвкой, стаю надыбал. Вкусно она, спина. Такое ощущение, что его нажутся цепляли вот здесь вот под плавником спинным дырочка. Не, мормышка, это моё, это прям моё, 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 ё-моё. Обожаю эту рыбалку просто, я не могу объяснить за словами, мормышка, это просто, блин, бомба. Тем более, в режиме соревнований, когда ты в квадрате ловишь с тремя, там, четырьмя десятками на рук человек, это нечто. Зацепился, интересно. Вот он, мелкий окунь, пускай растёт. Продолжение следует... Ну, осторожно. Первая плотвичка за сегодняшний день, блин, да куда ты, показала-то, какая у вас. Можно было, в принципе, взять, если бы клевали, хорошо, допустим, кошкам, но не вижу смысла пока из-за одной таскаться. Так, друзья, мы вернулись на свою сторону реки, возвращаемся в избушку, надо сушиться, потому что мы попромокли от дождя. В общем, я поймал десятка, три-четыре рыбёшек, одна плотвичка, особенно всё мелкий окунь. Всё обратно отпускал Олег с берега, намного хуже. На пополовок пару окушков, и всё. Так что, мормышка рулит. Ну, сейчас, я, видите, с мормышкой, там, среди травы растительности закидываешь, а у кого-нибудь там весь стоит, елки, он всё равно, хоть такой уже хищнический, у него потребности нападают, там, на всякую личинки, и вот он, опарыша, я ему преподаю, и он львёт. Ладно, сейчас перекусим, сходим, чайку попьём в нашей избушечке. Мы в избушке, дрова прогорели, так что здесь вот такая температура самая-то, что у нас не было около трёх часов, в избушке тепло. Вот, что это самое, надо на сковородку, да, разгревать. Картошку жарю после него, по-моему, или что-ли, мясо я жарю туда, картошку. Так, Олег, я убрал, чтобы я квечу, мясо, да? Так что, мы ничего варить не вводим, картошку оставлю. Завтра хочу, что, прикину рыбалку на ночную, надо меня ещё на друга выгулять. Завтра расскажу, кто такой и что такой. Не знаю, что надо скубатурить всё, потому что есть некие, но, смогу ли я выбраться на ночную рыбалку ещё неизвестно. Сейчас, лёгкий перекус. На плиточке разогреем побыстрее, чем печку растоплять снова. Молодин, стифонить будет, чтобы не отдохнулся тут на хлеб. Вечечка. Смотри, хлеб. Друзья, в целом, сегодня было всё прекрасно. Только вот, отвесла от алюминия, руковицы всё намокли, руки мёрзнут, переплываешь с места на место. Да, влажная погода, зимой не так руки мёрзнут, как вот в такую погоду. Ну, не понравилось. Круто вообще. Тюк, есть. Я, пожалуй, до ледоставы там ещё побываю. Что, друзья, опять под дождём. Возвращаемся домой. Круто, провели сегодня время. Блин, ну, мне понравилось. Более чем понравилось. Я думал, он ничего клевать не будет. Окололась очень даже неплохо. Клюёт на зимнюю удочку в этой баролужине и в данное время года. Ну, и зимой там такая же примерно рыба попадается. Я туда хожу, уже сохлый вещь. Так что, вот так вот. Ладно, друзья, с вами был Олег Чивыгин. Юрий Китерин. И такая вот интересная, я думаю, рыбалочка. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова